привет мои нежные котики привет здравствуйте мы сейчас с вами погадаем на тему которая волнует уже практически весь мир когда вы будете счастливы и давайте посмотрим когда в ближайшее или не в ближайшее в любое время посмотрим когда же мы будем счастливы у нас будет четыре варианта 4 стихии 4 дамы если даже мальчики нас смотрят тоже выбирайте вариант не страшно давайте посмотрим когда вы будете счастливы и давайте сейчас сосредоточимся на над этим не забудьте подписаться в telegram котики чтобы не потеряться ссылка в описании будет на telegram мы там все будем делать тоже потому что youtube сейчас уже в таком вот состоянии непонятно каком и в телеграме сейчас все пошли иной мы тоже но и давайте посмотрим а когда же мы будем счастливы когда ты будешь счастлива когда ты почувствуешь счастье вот когда тебя ничего не будет волновать не что-нибудь тревожить наоборот будут какие-то радостные вести идти у нас четыре варианта и давайте посмотрим разложим на такую тему когда вы будете счастливы именно вы именно ты первый вариант 2 3 4 загадывайте мои котики мы посмотрим счастье когда она будет ну что выбрали 1 2 3 4 вариант когда вы будете счастливы мы будем ловить сейчас счастье мы будем его ловить ну что загадали ну и поехали давайте посмотрим первый вариант когда вы будете счастливы сейчас выпадает конечно же восьмерка мечей да то я вам скажу в ближайшее время но вот практически весь марта за исключением девочки вот я даже чувствую да это вот где-то 26 20 28 у вас как будут такие прояснения скажем так что-то хорошее будет с вами происходить такое это будут и блага благие вести какие-то да и что-то хорошее будет с вами случаться 26 28 это я про март говорю да но если не коса не касательно марта то когда вы будете счастливы вам счастье сейчас дается трудновато это карта вот я сейчас посмотрела на из внешнего мира на вас идет или все-таки это из внутреннего вашего мира откуда это восьмерка влюбленные старший аркан как ни странно либо вы расстроены из-за своего мужчины и возможно вы расстроены по поводу любви это любовь может заключаться и к не только к мужчине да на их ближе близким своим к друзьям каким-то где-то может быть какие-то разочарования вы не ожидали что так будет вы этого не хотели вы переживали но вот сейчас такое время что из вашей жизни уйдут те люди которые вам не то что любовь не давали которые это было вообще все ложное все было мне настоящие и вот эти вот ложные и не настоящие люди они вырезаются с вашей судьбы с вашей линии и вам хоть и больно обидно досадно но ладно у вас перемены в жизни идут и перемены знаете вот я сейчас вот говорю да если бы у нас не было сейчас такой ситуации в которой мы сейчас делаем эти расклады да то я бы сказал что это грустный расклад но в силу того что сейчас происходит у нас в мире девочки да это не то что там где-то территориально в мире во всем вот это вот все происходит и она у вас не не проносит по касательной вы вообще в этой теме и вы сейчас варитесь вот в это в этом всем вас ждут перестановки жизненные это знаете как умываться холодной водой вроде бы страшно и можно простудиться даже да им где-то неприятно но вот это вот какая-то встряска адреналиновая она вам даст силы и она не просто так вашей жизни это должно было случиться происходить то что сейчас у в вашей жизни именно происходит оно должно было быть и и вот этот шестой старший аркан с восьмеркой мечей девочки да я вам скажу что вот эти испытания они не даются глупым поверхностным узкомыслящим мелкосердечным людям это испытание к которые даются таким людям до которые проживают жизнь а потом ты на них даже и равняешься или даже пробовать чувствуешь ментально что тебе надо попросить у вас совета потому что вы через это прошли знаете есть такое красивое выражение или поговорка да кто однажды был голодным тот голодного по и поймет да и вот то что у вас сейчас я бы даже сказала феврале в марте девочки происходит вот именно у вас феврале в марте это во первых в апреле очень легко будет вам уже легче намного дышаться и жить потому что будут уходить люди которые где-то даже возможно создавали для вас болото и вы топтались на месте да у вас как откроется какое-то второе дыхание кто-то уйдет с вашей жизни причем даже не один человек либо вы меняете место жительства и вы получается не видите не то что своих друзей вы врагов своих не видите либо вот это уходят такие люди с которыми вы сейчас не можете найти взаимопонимания вообще никакого но она и не нужного давайте еще посмотрим когда вы будете счастливы десятка кубков 100 старшая старший аркан 20 суд королева кубкова во первых выпал по своей сути очень добрый человек вы можете притворяться или быть стерли стерва любви извините стерва да вы можете быть кем угодно у вас может очень серьезно падать забрала и вы можете можем махать шашкой да но на самом деле вы даже не сколько вас справедливый человек сколько вы женщина королева червовая девочки выпала которая еще с картой суда старшего аркана выпала да вы женщина мать в каком-то смысле вы героиня может вы мама героиня может такое если вы многодетная а кстати вот у нас попал считается что многодетно это у кого больше трех детей да но есть мамочки которые даже когда один ребенок они вот из этого одного ребенка они показывают своим примером воспитания этого ребенка путь другим женщинам другим мамочкам и у вас что такое вот знаете от сильного как это сказать вожак в женском роде вожачка но некрасиво да но вы такая вот предводительница королев червовых матерь вы предварительница матерей своей возможно вы тянете свою мать вы тянете своего ребенка да вы вы вот прям идеально я вам скажу идеально и очень добрая милосердная и у вас все будет хорошо девочки я вам скажу даже очень быстро вот здесь мне не идет тягучесть многомесячная до или многогодовая нет как будто вот сейчас февраль март закончится да и вы будете не то что совсем другая вы будете сильнее и у вас будет вот это вот счастье ощущение счастья девочки и у вас чем выше солнце над вами особенно вот эти вот солнечные дни которые будут в начале апреля да это это вот именно апрельская почему-то высокое солнце чем знаете вы не дитя заката у вас получается чем выше солнце над вами девочки это даже географически я вам скажу важно чем выше она стоит небольшое такое знаете как и бывает фильмах луна такая огромная у кого-то а у кого-то маленькая у вас с солнцестоянием очень много что связано и вы как раз на на эти солнцестояние вообще во всей силе распускаетесь вот даже я вам скажу это маги тоже касается то есть на вот это весеннее на летнее на зимнее солнцестояние на осеннее на вот еще узнать обратите внимание на праздники 21 сентября до строго до 3 4 25 6 до это тоже ваше я вам скажу если вы относитесь к православному эгрегору яблочные спас и это тоже ваши вы как-то вот еще с солнцем связаны и вот с мощными если вы в православии эгрегоры почему-то считается здесь еще вот это короче девочки хотите когда узнать когда вы будете счастливы вы будете счастливы уже в конце вот этого марта начале апреля а если вы вдруг наткнулись на этот расклад позже то вы девочки вот именно когда солнце самом зените самом соку на самой вершине вот вот эти вот солнечные дни это то это ваш аккумулятор вашей энергии женщины матери в первую очередь причем вы матерью можете быть не только для своего ребеночка вы можете быть матерью для своей матери понимаете вот ваше предназначение быть матерью не в узком смысле слова а в широком матерь понимаете как вот и говорят две веда а вот увы матерь давайте еще посмотри когда вы будете счастливы а вы девочки очень и очень будете счастливы король еще кубка вы тут выпадает у вас у вас сказал я бы даже сказала что несоразмерное человеческое счастье то есть его в человеческих счастье метрах выразить ваше счастье невозможно потому что вы не относитесь к обычным людям вы стоите на обычными людьми матери понимаете и это может вашей жизни отображаться по-разному кто-то может воспитывать через боль через какие-то страдания мытарства допустим ноют утрирую но все же до больного ребенка как например тоже ревелина бленденс воспитывает солнечного мальчика там много кто да кто у кого маленький аутист или еще какой-то такой момент либо девочки у кто-то из вас многодетная мамочка либо вы тянете на себе всю семью своих родственников и они могут от вас отрекаться или там еще что-то но вы их тяните и они вот вы чувствуете что они благодаря вам живут понимаете вот это даже не материнский инстинкт это большое что-то и вы не относитесь к обычным людям это не это не для человека обычного расклад это расклад для такого великосердного человека с большой буквы это тех которых приглашают на беседу инопланетяне как лучшие представители человеческой расы понимаете какого-то может быть инстаблогера такого которого знать или которую называют глупыми но знаете вот прям в привычном ощущении да вот не возьму вас возьмут вы даже можете жить одна в лесу где-то да но вы вот это матерь и у вас кстати вот вы когда захотите аккумулируйте свои магические силы они у вас работают понимаете если вы еще не кого-то не спасли реально жизнь то вы эту жизнь спасете обязательно и даже не одну кто-то будет тонуть вы как ангел-хранитель не может и не кинетесь воду но вы сделаете все для того набор этих случайностей чтобы человек сам даже выбрался или или не пошел в ту вот понимаете вы для человечества матери вот такой вот расклад мои дорогие так что счастливы вы будете и и в этом году до карта 20 старше суд выпал к старше аркан девочки выпал влюбленных но и вот эти вот какие-то моменты что вы считаете себя несчастливы и все остальное вы даже этого ничего не бойтесь не переживайте вот эти вот все переживания все при мало того что вы сами переживете так ты вы еще и поможете другим людям это пережить и это как-то у вас в инстинкте не самосохранение а самосохранение в плане когда сама это не только вы одна а то что вас породила либо вы что породили понимаете это очень глубокий расклад не для простых обычных людей понимаете вот такой вот вы вытянули первый вариант мои любимые котики второй вариант давайте посмотрим когда вы будете счастливы и а у нас выпал рыцарь кубковые смотрите девочки тут либо вы уже где-то в состоянии счастья до либо кто-то вот это счастье возле вас на вас проецирует кто-то греет вас солнцем кто-то вас заботе заботится и делает это счастье для вас то есть даже не вы делаете это счастье для себя а вам счастье приносит на блюдечке с голубой каемочкой это либо ваш мужчина девочки либо тот кто очень сильно вас заботится тут очень серьезная большая забота чтобы вы были счастливы идет именно со стороны давайте еще посмотрим когда вы будете счастливы вы будете счастливы это счастье вам даруют это счастье принесут то есть не вы сами там добьетесь чего-то или к чего-то придете да вам счастье даруют о вас заботятся и вас хранят и вот это ощущение счастья вы испытаете очень глубокое очень сильное но его даст другой человек вам когда вы будете счастливы тут либо я ну конечно тогда игрой слишком громко будет связь сказано давно ценой собственной жизни но это даже и вот смотрите выпал знаете кто несет вам счастье вам несет счастье 12 старший аркан повешенной это либо можно если так вот конкретно говорить да ценой собственной жизни кто-то даст вам счастье как спасет вас ну это реально как спасение идет ну что это такое почему это такая интересная помощь выпадает возможно девочки вот если кто-то занимается магией до медуизмом черной магией или еще чем-то да то вас либо спасет какой-то может быть породу покойный либо тот кого вы просили о помощи и призывали тут не совсем человеческая рука я бы даже сказала либо ценой собственной жизни кто-то кому предрешено недолго жить но вам он принесет счастье давайте еще посмотрим когда вы будете счастливы у вас вас уберегут вас спасут и это и это мужская энергетика девочки идет и вас спасут вот смотрите королева пентакли выпала до вас как ведьму получается не то что охраняют да а куда бы вы не влезли высшие силы понимают что вы должны быть и они вас получается посылают вот этого вот 12 старший аркан повешенного для того чтобы вас уберечь и кстати вот я например в себе вот я вам скажу на собственном опыте потому что вот для меня это очень близко вот ваш расклад да когда тебя кто-то спасает и все остальное возле меня вроде бы незримо я бы не сказала что вот какие то спасители телохранители и все остальное есть но я уже развила такой вот в себе это даже не интуиция да это вот как на наподобие монетки орла и решки когда кидаешь то получается да нет куда мне идти да и кто-то на орел и решку да а я например девочки вот смотрите даже вот сегодня вот сегодня что я сегодня такое вот иногда и не то что иногда а ловлю такое на себе во первых когда особенно когда я еду на автомобиле и вот еду я себе сегодня на авто и короче и извиняюсь за подробности жую жвачку да и что-то я хотела пузырь надуть ну так вот не чисто механически и и понимаю что если я сейчас его буду надувать именно на том месте то я могу попасть в аварию и не то что могу а что как бы я это даже вижу я сдуваю этот пузырь полностью как будто но его не должно быть на том месте на котором я туда приеду да и это не то что мой загонщик мне это очень сильно помогает я вам пример такой очень простой привела да но я например была когда работала на таких серьезных должностях там вот ошибки если ты делаешь да то они критические и от тебя зависит еще очень много людей техника зависит да если ты там где-то ошибешься как бы потом надо будет расхлебывать долго упорно и я чувствовала вот это вот не надо свернуть сейчас они сейчас они не тогда да и вот я как выводила себя а у вас я к чему это веду что у вас здесь явно виден кто-то кто не дает вам попасть в какую-то хреновую ситуацию и вы в нее не папа даже если вы попадете вы с нее выпрыгнете быстро очень понимаете очень быстро вас выдернут то есть вас с одной стороны высшей силой рассматривают как и какого-то знаете можно сказать что непослушного ребенка но как только он упал сразу за капюшон подняли на ноги понимаете и вас как пентаклевую королеву как раз таки на ноги и поднимают и дают вам вот это вот счастье счастье от того что вы не почему-то не оказались там где вам не надо быть не в том месте не в тот час понимаете и почему-то вот это для вас сейчас выпадает этим счастьем что вас просто набор случайности эффект бабочки сингулярности или еще чего-либо выдергивает из катастроф и причем на уровне даже жизни и смерти потому что вы нужны давайте еще глянем вот первый расклад у меня был для женщины-матерь для женщины-матерь для вас сейчас для ведьму расклад это второй идет второй расклад для ведьмочек сила такая ведьмовская аж знаете запахи такие интересные вот если бы взять вот этот расклад взять и понюхать да почему-то я даже и не смогу описать хотя и не парфюмер но не смогу описать даже запахи потому что они очень такие вот интересненькие необычные понимаете благоухание какое-то необычное помолчать или сказать девочки вы будете пахнуть всегда всегда это даже тогда когда мы обычно уже и не пахнет скажем так давайте посмотрим когда вы будете счастливы я вам скажу девочки так вот все что я до этого сказала резюмирую да даже вот по этой карте жезловой королевы которая вам здесь выпало вы еще та любительница где-то нарваться либо ходить по краю ножа или пропасти понимаете если бы вас не берегли высшие силы вы бы уже не то что как бы куда-то влезли да мы бы тут с вами здесь бы и не гадали не сидели и ваше счастье что рядом с вами вот эти вот высшие силы которые вас выдергивает и перенаправляет куда-то понимаете причем в перенаправляют вот вышли шли споткнулись и упали до коленка разбили но но мимо промчался камаз какой-то на большой скорости без тормозов понимаете и вы и вам дали меньше из зол понимаете или как говорят евреи спасибо что боже что взял деньгами понимаете вас берегут и вам не дадут никуда скатиться да можно набить шишек по жизни да но знаете в чем ваше счастье заключается вот конкретно то даже не скажешь когда именно у вас ваше сейчас ваше счастье в каждый в какой-то момент когда вы вы даже сначала и не понимаете вот этого горького монумента или сильно понимаете да но вы должны понимать что это меньшее из зол которые бы вам позволили сделать или перейти вам какую-то черту у вас вот эти вот моменты счастья вы море вы их можете даже сразу не осознавать они могут через год перейти до или например вас бросил какой-нибудь чмошник скажем тогда и вы думаете вот предатель вы по нём страдали страдали проходит время вы встречаете более лучшего мужчину потом думаете ёшкин кот спасибо спасибо тебе жизнь что а того урода забрала с моей жизни вот это касается не только мужчин это касается и женщин это даже и денег каких-то касается и работ уволили где-то с вас работы или вы уволились да даже не по собственному особо желанию хотя не но все же и вы находите что-то лучшее понимаете и сначала вам кажется что в хреновой ситуации а потом понимаете насколько вам тогда везло повезло вот ваша сингулярность котиками на моей вот такой вот второй вариант третий вариант давайте посмотрим когда вы будете счастливы император выпал вы будете счастливы мои дорогие какие-то такие идут майские злые дни почему-то я не знаю как описать эти злые дни майские майские для вас именно злые дни когда 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 вы будете очень какая-то злая но как можно быть счастливой когда ты злая суд будет вы будете счастливой когда вы будете злиться что за вред то есть вы будете злиться и и противоречащие чувство счастья вот суд такой будет дано чаша весов счастье а на другой чаше весов злость а ну-ка когда вы будете счастливы жазовая шестерка разговоры какие-то идут с многими людьми повешенной повешенной влюбленные император я вам скажу так тут какой-то будет замут у вас вы кого-то будете будем так говорить на кого-то будете орать очень сильно или проклинать даже да у вас будет выходить с вас какая-то такая очень злобная энергия связанная с скажем так моральным или духовным уничтожением кого-то и это начнется все с разговора с разговоров а то а потом вы будете очень злы но почему-то в этот момент когда вы будете злы вы будете очень счастливы хренеть конечно это мои вам выпало 2000 посмотрим я до конца не понимаю этот расклад не но если честно я понимаю девочки его я могу быть совершенно идеально счастлива когда я делаю что-нибудь черную какую-то магию идеально счастлива особенно когда делаешь это на врагов до каких-нибудь аж аж какой-то как боржовый попил так а давайте еще посмотрим когда вы будете счастливы вот он король жезловы этот император опять и десятый старший аркан колесо фортуны выпало вам тут интересно очень близко проходят два момента когда вы очень злая и сразу как вот вот прям знаете тут даже нету никакого расстояния временного как как какой-то сладость и счастье в любви выпадает почему я этого не могу понять счастье будет девочки когда будете ссориться в мае сила это ваша карта боже мой жезловая еще королева и жезловый король девочки в мае вы будете ссориться со своим будущим мужем либо из-за своего будущего мужа у кого-то это или это девочки со своим мужем и вы как-то все равно будете счастливы почему-то я не знаю девочки у каждого может это проиграться совершенно по-разному но у вас две противоположная не совсем противоположная но все же до общепринято противоположные моменты вы злорадствуете вот кстати злорадстве да это тоже вроде бы и злость и радость злость и радость и у вас вот такое аж а у вас зло счастье но есть же такое слово зло счастье а у вас а прям сила такая еще на этом идет переломный какой-то такой момент идет у вас это может быть излечение еще от какой-то болезни ой я даже не знаю чем сравнить это вот очень сильно карты здесь показали зло вашу злобу и ваше счастье практически одновременно в мае девочки это будет но с чем это связано определить тяжело потому что это не узко будет у вас очень сильный такой взрыв энергии идет понимаете энергетический такой взрыв огромный такой и там уже что там какая искра какую соломку зажгла как мы сейчас раскладываем да уже не имеет никакого значения вот эти вот начало мая я бы сказала вот где-то оля возле плюс-минус 4 мая идет идут такие дела вот такой вот мои дорогие третий вариант четвертый вариант давайте посмотрим когда вы будете счастливы колесница 7 старший аркан выпал уже сейчас вам вы приносите удачу сама себе и другим у вас есть какой-то амулет который очень сильно работает очень сильно работает в очередь все пройдете это знаете как кольцо соломона иметь просто на пальце на котором все будет написано и это тоже пройдет когда вы будете счастливы карта влюбленные девочки аркан старше тоже вас еще посмотрим когда вы будьте счастливы если девочки вы хотите забеременеть очень сильно хотите но не можете здесь по этому раскладу да я вам скажу что как бы в ближайшее время вот этого беременности щи чем вы может позиционировать и сейчас те да то ее не будет но вам надо как-то развязаться расслабиться я бы например что такие какие-то там типа йоги делала со свечами медицины медитировала бы плясала песен ну под песнем под музыку танцевала что-то такое потому что вам надо как-то это какому-то дзену стремится у себя в жизни то есть приводить себя в нормальное состояние вам надо и я бы сказала что вот это с помощью вот таких либо медитативных техник либо с помощью психологов либо с помощью каких-нибудь таблеточек которые там валерьянка девочки кстати валерьянка боярышник пустырник они не то что успокаивают нервы они где-то вот приводят нас нормальное состояние попейте боровую маточку да можно красную щеточку попить можно а вот кому-то чистотела девочки если вы чувствуете что у вас возможно где-то что-то сидит да только будьте аккуратны это разные травы разная дозировка там некоторые могут быть в больших дозах ядовитые да но вам надо как будто вернуться в нормальное состояние новые в нормальном состоянии и в то же время вы когда вы как будто бы выходите сами из себя но как бы я почему-то вижу здесь вот как будто вы видите себя со стороны то есть я пытаюсь сейчас расклад толковать как будто вот для себя то как вижу вот этот мир весь и вот еще вот это глазами счастье но я почему-то как будто вышла из себя и смотрю на себя со стороны увы вышли из себя и смотрите на себя со стороны у вас вот это вот ваше физическое тело и немножко вот эфиры да они вот ходят и из-за этого возможно у вас какая-то болезненность либо как будто что-то не случается не получается то что вы хотите получить от этой жизни я вот про ребенка не зря здесь сказала потому что вы ставите перед собой цели которые считаете счастьем своим обретением счастья я для того чтобы вот эти цели у вас эти цели должны сбываться 7 старший аркан колесница влюбленные девочки они должны сбываться ваши любые цели которые направлены на ваше же счастье рано или поздно приходить но есть такой момент что вы как выходите из себя и получается что надо мне хочется опять вас знаете как вот делают целители да но я например целительными техниками но не владею но у меня например папа владеет но и он как будто бы вот вот вы как и руками вот себя должны назад возвращать как стадо овечек разбежалась по полю да вам для того чтобы это было стадом все-таки собрать себя вот собирать надо девочки здесь тогда вы будете получать вот это вот счастье которым вы стремитесь давайте еще посмотрим когда вы будете счастливы вам на хорошо заниматься сексом если вы что такое с это займитесь сексом девочки ночью любовные отношения вам нужны да и дьявол об этом просит сладострастия вам надо заниматься сексом даже если вам 60 лет и вы уже думаете что вам секс не нужен вам секс как раз таки больше всех и нужен вам вам нужно сексом заняться возьмите сегодня и займитесь девочки и даже если вам не с кем заняться займитесь сексом сами с собой поймете и не надо ухать ахать сделайте это вы будете приходить в себя карты говорят для того чтобы прийти в себя но мы же здесь собрались для того чтобы гадать когда вы будете счастливы и мы все равно сейчас догадаем мне идет так вот вот по этому раскладу которая вам сейчас посмотрела то идет так вы когда выходите из себя вы чувствуете что вы несчастливы да но на самом деле у вас есть все для того чтобы быть счастливы счастливы все из для этого просто надо взять себя в руки вот реально как-то вот взять себя в руки но но быть ну не то что там большой уверенной себе а вот такой вот собранной какой-то не напряженной да а гармонично собранной понимаете девочки а давайте еще глянем когда вы будете счастливы он такие интересные карты идут до духовник еще здесь тоже идет вам эгрегориально не то что наставник да а как вот священники выполняют какую-то определенную свою роль да и вам такое надо возможно девочки если вы давно не были в церкви сходите в церковь кто-то в мечеть сходите в какой-то большой такой вот эгрегор чтобы ощутить его чтобы он своими сделанными давлея на вас собрал вас понимаете как лего если вы в черной магии да не бойтесь пользоваться другими эгрегорами сильными храмами намоленными местами я бы сходила тоже сходила бы помолиться гарма вам надо гармоничность хорошо но тут мне такой интересный вопрос а почему так интересно вам карты идут да кто вы четверка жезлов королева кубковая через четверку жезлов только вышла четверка жезлов нифига нормально не говорящая что-то и обозначаешь зачем ты пришла сюда мечи выпадают опять это шестерка мечей драных а вот и все понятно смотрите девочки да у кого-то может быть крадник обратите внимание на это да что и вы чувствуете что у вас высасывает классе вы значит есть какой-то крадник но тут идет подмена понятий семерку пентакли вам хотят подсунуть вам королеве червовой даме кубковой понимаете хотят подсунуть вместо ощущения вашего счастья подмена понятий то есть кто-то вам просто знаете а ну-ка это как поддельная не знаю что какая-нибудь не знаю девочки чем сравнить такое как золото поддельно да вот вам надо бы для того чтобы быть счастливой носить настоящее золото да а тут получается выпадает как подмена то есть вам кто-то подарил не настоящее золото под видом настоящего типа будь счастлива будь счастлива дорогая вот тебе настоя золото настоящее вы такого настоящее золото круто и носите и и не ищите то настоящее золото ради которого вы дала ну которое вы должны носить для того, чтобы быть счастливой. Понимаете? Это метафорическое такое сравнение, но всё же, обратите внимание, да, подмена здесь идёт. Вас как оттягивают от самой себя. У вас как хотят, вот, не то что пустить вас по неверному пути, вас хотят, чтобы вы радовались, скажем так, говно и думали, что это золото. И от этого у вас такой раздрай идёт. Но вы чем-то владеете таким, девочки, да, и причём амулетами какими-то, которые действительно работают очень серьёзно на вас, сильно работают и помогают, да. Но вот кто-то, а давайте посмотрим, кто, в конце концов, раз я уже тут кричу, что кто-то. Кто крадник, кто раздрай вносит? Кубочки пошли. Короля Пентаклева. Девочки, от мужчины всё идёт, как ни странно. Не от женщины, идёт от мужчины. А этот мужчина, так скажу, скажу для некоторых правду в глаза. Мужчина где-то бздит, что он вас очень сильно любит. И он может просто держать вас за ручку. Ай, какая ты милая, любимая, дорогая, я тебя так сильно люблю. На самом деле, ни хрена. Либо это девочки колдун-мужик какой-то, который вот так, знаете, вводит за нос или ещё что-то. Со всеми бывает, со всеми такое приключается. Вам надо отделять зёрна от плевел, пробу, как в ломбарде, и смотреть, понимаете. Там, где скупка золота идёт, вам надо просто брать эту пробу всего того, что вам суют. Не забывайте про собственное суждение, это раз. Во-вторых, для того, чтобы в ясное сознание возвращаться, сходите в какой-нибудь большой эгрегор, церковь, мечеть. У кого-то это кладбище, у кого-то это может быть интересный старинный замок, заброшка. Кстати, я оттуда тоже подпитываюсь, на меня вот эти стены давлеют, я прихожу в себя. Кладбище, прихожу в себя вообще бодрячком, в церковь, в католический костёл иногда могу зайти, там посидеть. И свечи жгут, девочки, и в католическом костёле ещё и поболтаю с женщиной. Но это католический костёл, святого пива, который, угадайте, знаете, где есть? И в Италии есть, и есть 300 километров от меня моё любимое эгрегорное место, в которое я иногда езжу, и сюда захожу и ставлю в костёл свечку. И не только туда я захожу, кстати. Ну всё, мои дорогие, так что насчёт счастья. По четвёртому варианту, девочки, да, вы счастьем уже на самом деле владеете. Вы на самом деле уже владеете этим своим счастьем. Когда вы чувствуете себя несчастным человеком, всегда знайте о том, что вот это несчастье, оно и ваше разочарование, плохое настроение, оно возникает только потому, что вам врут в глаза, пытаются вас от чего-то важного в вашей жизни отвести. Вот как только расстроились вы, знайте, что вам бздят, понимаете, или пытаются на вас как-то воздействовать. А то, что вы счастье сами и есть, вы сами есть счастье. И чем больше вы сами в себе, тем больше вы в счастье. Не давайте другим влиять на вас. Всё, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Так, подписывайтесь, пожалуйста, девочки, в Телеграм. Ссылка будет в описании. Всё, люблю вас, целую, обожаю. Если вдруг с Ютубом будут ещё какие-то проблемы, будет замедляться, там ещё что-нибудь с ним случится, мы всё равно всё с вами продолжим, и всё у нас с вами будет. Всё, котики, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»